Меня зовут Павел Брыкин, это YouTube канал Будет Гром, и сейчас мы будем говорить о смертельной опасности, которая исходит от Краснодарской краевой Фемиды, а именно от одного конкретного судьи Юрия Захарчевского, который совершил, как нам кажется и как считают близкие, и как записано в рапорте первого сотрудника ГИБДД, который побывал на месте аварии, смертельное ДТП, но до сих пор не понес за это никакой. Представьтесь полностью имя, фамилия и какое отношение вы имеете к погибшему. Матюшенко Диана Юрьевна, я двоюродная сестра Данила, мы с ним вместе росли, всю жизнь мы были с ним вместе. Как фамилия Данила? Юханов. Расскажите, когда случилась эта авария, при каких обстоятельствах? ДТП произошло 7 апреля 2020 года. Он был у меня дома в гостях, наши дети играли вместе. Он приехал забрать своего ребенка и свою маму от меня, чтобы отвезти их домой. Собственно, он угостил у меня, кушал, смеялись, обсуждали, шутили, все как обычно. И вот он уехал и через час произошло ДТП. Он маму отвез домой, ребенка отвез домой к жене. На машине он отвез? Он на машине отвез, да. Так. Вот. Потом жена говорит, что у него разболелся зуб. И он поехал в аптеку за обезболивающим. Но поехал на велосипеде. А почему он поехал на велосипеде? У него стоял велосипед и он иногда, вот особенно вечером, он совершал велопрогулки. Он мог куда-то поехать, чтобы, ну знаете, бывает за рулем, уже устаешь ездить весь день. У него работа развязная была. И вот он садился на велосипед, мог поблизости где-то по району проехать. Нам сообщили уже утром, жена позвонила. Как утром? А ДТП во сколько произошло? ДТП произошло в 10 часов вечера и никто не знал. Собственно, он просто впал в кубу после ДТП. Он успел узнать, назвать свое имя, фамилию и даже неправильно отчество назвал, потому что он уже впадал в кубу. Но сейчас вы уже знаете обстоятельства аварии. Расскажите, как это произошло? Он ехал как по улице, по правой полосе? Я не видела видео. Оно существует. Я видео не видела. Соответственно, я такие выводы сделать не могу и сказать о них. А очевидцы какие-то были? Очевидцев не было. Какое время, суток это произошло примерно? 10 часов вечера. 22 часа 7 апреля, значит было уже темно на улице? Да. Освещение какие-то, фонари там есть? Там магазин магниты, там фонари, там пешеходный переход. Это уровень прям пешеходного перехода. Он двигался в какую сторону, я не знаю, там справа или слева. Но на уровне пешеходного перехода он двигался по проезжей части, по обочине. И на уровне пешеходного перехода вот в него влетела машина. Вот этого как раз судьи получается? Да. А там что там, поворот какой-то или как? Нет, это прямая. По прямой дороге ехал велосипедист, параллельно ему получается ехала машина, да? Вы схему видели аварий? Нет, потому что я не видела. А она вообще существует, эта схема? Я не знаю, если честно. Потому что следователи, как-то получилось так, что следователи долгое время бездействовали. Ни экспертизы не было, пока вот... Так, еще раз давайте. Произошло ДТП в 10 вечера. Да. Вы и вся семья об этом узнали? Утром. Получается, 8 апреля в 7 часов утра это было. Мне позвонила Данила, мама, моя тетя. Я, собственно, спала. Это был то ли выходной, но это был карантин. Как такое может быть? В 10 аварий вам только утром позвонили? Ну, вот так. Потому что он... Данил не успел назвать свои данные. А у него с собой же был телефон, наверное, мобильный. Непонятно, да? Его так никто не нашел. Насколько я знаю, что вот последний исследователь, он спрашивал, где его мобильный телефон, но мы не в курсе. Мы ему в больницу, когда... Ну, было время, когда он приходил в себя, и мы держали с ним связь, это было очень недолго. Мы ему, ну, другой телефон. Произошло ДТП, пропал телефон пострадавшего, правильно? Ну, собственно, и вещи. Вот, допустим, ни вещей, ни обуви у него тоже не было. И вещи все пропали? Ну, все в больнице лежали ключи и 200 рублей, если я не ошибаюсь. Ну, видимо, что-то, значит, было в кармане. Возможно, вещи были разодраны, потому что... Я не знаю, как это... Ну, я знаю, что он влетел головой в пассажирскую стойку автомобиля. Вот это я знаю. В переднюю стойку лобового переднего стекла, да? Да, да. Ну, пассажир... Именно не со стороны водителя, а со стороны пассажира. А он в шлеме был, не знаете, как он влетел? Нет. Я знаю, что у него шлема не было. Пропали вещи, пропал телефон. Вы не видели видеозапись, вы не видели схему ДТП. Да, видеозапись, она, ну, считается, ну, в деле, поэтому... То есть есть какая-то видеозапись, но вы ее не видели? Она точно есть, она точно есть, там 100% записанное ДТП, но мы ее не видели. А откуда эта пленка? Там какая-то камера уличная или что это? Да, эта камера стоит на магазине. Напротив пешеходного перехода, но напротив, чуть-чуть по диагонали, там магазин какой-то. И там камера видеонаблюдения. А когда Данила приходил в себя, вы с ним общались в больнице? Да. Что он рассказывал про эту аварию? Как она произошла? Он ничего не помнит. Он был в трезвом уме, он помнит всю свою жизнь при такой травме, как у него была. А что за травма? Какую травму он получил? Черепно-мозговая травма. У него пошел отек. На месте были свидетели, да, но, не знаю, это уже следователи пусть разбираются, с ними общаются, как это было. Был молодой человек, он выбежал из машины, он услышал страшный стук. Он очень быстро среагировал, скорая приехала через две минуты. Он вот был с Данилом, пока они не приехали. И фельдшеры скорой помощи, которые приехали, мы с ними разговаривали. Он успел, ну они его перенесли в скорую, он успел сказать фамилию, имя, отчество уже неправильно записали. И он сразу ушел в кому. Тогда фельдшера скорой помощи, она позвонила сразу в кровевую клиническую, в реанимацию. Сразу говорит, ну мужчина в коме, ну ждите уже на выходе. Его очень быстро приняли. И врач Амаров Ренадь Махмудович, он прекрасно провел ему операцию, долго длилось, 6 часов. У него пошел отек головного мозга, и нужна была трепанация черепа. Выяснилось позже, у него было сломано и само основание черепа, где лежит головной мозг. Из-за этого и у него усугубилось его состояние. Осложнение пошло. Ну да, у него была потом следующая операция, кома. Организм сложился как карточный домик из-за долгого лежания. Он в больнице провел 4,5 месяца. И уже не был абсолютно похож на себя. Мой брат, который почти 2 метра ростом, здоровый мужчина, которого, как цитирую, не заметил на дороге господин Захарчевский. Как можно было не заметить здорового мужчину, врезавшись в него там, да, или как-то столкнувшись с ним. Как это правильно звучит сейчас, я даже и не знаю. Ну и проехать дальше, не оказав помощь, не заметив. Так он уехал водитель, получается? Конечно. Оставив моего брата, человека, у которого жена, ребенок, как собака умирать на дороге. У которого есть родители, близкие люди. Но это, получается, ведь оживленная улица городская, это не где-то там за городом, где темно, ничего не видно. Ну да, это пешеходный переход плюс ко всему. И там он не один, там их 2 пешеходных перехода. А светофор какой-то там есть? Нет, там светофора нет, это, ну там частный сектор. Там есть и ЖК рядом, но больше не напоминает мегаполис. А вам известно, куда так спешил судья Захарчевский? Он сказал, что на заправку. Ну он сначала сказал, что домой, но потом выяснилось, что он живет совсем в другом месте, направлении. Он сказал, что он всегда заправляется на одной и той же заправке, которая якобы находится в том направлении. Ну там заправки нет, поэтому... В 10 вечера? Да, с работы, с дежурства, сказал, ехал. А он трезвый был в суде? Или вам неизвестно об этом? У меня рядом не было, я не могу сказать. А сейчас какая-то есть информация в деле об этом? Ну, когда следователи уже через полгода добрались до этого, то через полгода он был трезвый, да. Произошло ДТП, ваш брат получил травмы, можно сказать, несовместимые с жизнью, так как он погиб через несколько месяцев. Они были полностью несовместимы с жизнью, потому что если бы свидетель так быстро не среагировал, и скорая, да, бывает скорая едет очень долго, не приехала бы через 2 минуты, он бы сразу умер на месте. А так как среагировали, и доктор ему попался лучший, который может быть, понимаете, это лучший доктор, который проводит самые сложные операции. И он его, можно сказать, вот вынянчал, поднял на ноги. Продлил ему жизнь на эти несколько месяцев после аварии? Продлил, да. Что потом происходило после аварии? Через 2 минуты, собственно, патруль ДПС тяжурил неподалеку. И, как они описывают, их внимание привлекло, привлек автомобиль, который, я прям вот цитирую, скажем так, вот так вот парковался. Ага. Да, параллельная парковка. Но они, собственно, и автомобиль был разбит. Они подошли, им показали удостоверение. Какое? Судьи? Ну, не могу утверждать, но, видимо, судьи. То есть, инспектором ГИБДД водитель подозрительного автомобиля, который совершал подозрительные маневры во время парковки, показал некое удостоверение? Некое удостоверение, да. Так, а водители, они как-то описывают, как он выглядел? У нас есть фотографии, собственно. С места чего? Ну, вот, с места вот этого вот. Ну, это фотография в интернете, я ее видел, да? Да. Там, где он сидит за рулем. Там разбитая машина, там стоит инспектор ДПС и господин Захарчевский в автомобиле. Там не поспоришь, что это он. А что это за фотография, кто ее сделал, откуда она взялась? Не знаете? А где его застали, так сказать, врасплох? Это магазин Дабрис недалеко от ДТП, по улице Сур-Маска. И что он там делал? Как он объяснил свой маневр? Зачем он там проколался? А он не объяснял. Он показал удостоверение и уже он не может ничего не объяснять. А и дальше поехал. Понимаете, чтобы должностное лицо призвать к какой-то ответственности или хотя бы на свидетельствование можно было его попросить проехать или какие-то вопросы ему задавать. Они не имеют права даже общаться с ним. С него нужно снять статус судей. То есть я правильно вас понимаю, в Краснодарском крае сложилась ситуация в связи с этим ДТП. Я много раз снимал ДТП, в том числе с судьями, в том числе я снимал судей в тюрьмах, в колониях после смертельных ДТП с их участием. Был такой судья САС в Подмосковье, в Щелковском районе, который в Ульяновске, пьяный на внедорожнике, на мосту врезался в машину. И погибли, по-моему, двое, два человека. И как раз этот судья, когда наконец-то каким-то чудом попал в колонию, он там еще прятался, когда его снимал. Получается такая ситуация в стране, что судья это человек, который со своей ксивой ездит, вот так вот всем показывает, да, делает все, что угодно. Он может пьяным ездить за рулем. Ну, судя по косвенным признакам, да, которые я от вас слышу, и судя по моему журналистскому опыту, он может ездить пьяным за рулем, сбивать людей, в том числе насмерть велосипедистов, как это случилось в Краснодаре. Потом скрываться с места происшествия. Его каким-то чудом честные гаишники здесь, слава богу, есть, видимо, пара честных гаишников в Краснодаре, которые увидели странно паркующийся внедорожник Land Cruiser 200, подошли и поинтересовались хотя бы, как у них вообще хватило смелости. При этом у них смелости хватило сделать фотографии, все-таки они этого не скрывают. Хватило смелости переписать номер удостоверения машины, чтобы, ну, так и так. Они это сделали, потому что машина была разбита и подозрительная. На тот момент, как они говорят, что ДТП еще не было придано огласке. То есть это только случилось, это все минуты, секунды. А во сколько примерно они его остановили? Да вот, я же говорю, две минуты прошло после этого. То есть он сбивает велосипедиста, сразу пытается где-то припрятаться, зашкериться. Что там делал, я не знаю. Ну, обычно, я вам скажу по своему опыту, журналистскому, репортерскому за 20 лет работы, обычно водители в таких ситуациях, неважно, какой у них там статус, судья, не судья, первое, что делает водитель, виновник аварии, который понимает, что удар был сильный, мощный, он пытается замести следы. И таких историй масса в нашей стране. Скорее всего, дорогой судья Юрий Захарчевский пытался просто спрятать свою машину, где-то поблизости припарковать и сделать вид, что вовсе он за рулем не сидел. Мне кажется, вот именно так развивались события. Понимаете, он сказал о том, что он ничего не помнит. Кто, судья, не помнит? Да. Изначально, когда он к нам приехал 8-го числа, под вечер, часа в 3-4. На следующий день, да? Да. Так, он к вам домой приехал? Ну, считай, что да. Мне раздался звонок. Получилось, как мы утром, мне позвонила мама Данила, так и так что-то срочное. Ну, ДТП. Конечно, это шок, но ты сначала думаешь, что это что-то несерьезное, да? Твои близкие люди, и кажется, что у вас это самое страшное могло бы идти стороной. Мы тут же приехали с ней в больницу. А это карантин. Больница закрыта. Пандемия. Да, никого не пускают. Это как раз первая неделя там была пандемии. Никого не пускают. И как мы не пытались туда пройти, или хотя бы вещи Данила получить для того, чтобы у него не было с собой документов. Ну, понятно, что никто в аптеку с документами не ездит на велосипеде. А его документы были в автомобиле, который был припаркован дома, а ключ один. И он у него был с собой от автомобиля. Да, и он там без документов. Понимаете, как неопознанное лицо. Мы просили ключ в больнице для того, чтобы хотя бы можно было открыть и привезти документы. Но нам не дали. Юристы больницы не позволили никаким образом это сделать. Мама приехала, приехала с свидетельством о рождении, чтобы, ну, то есть были подтверждающие документы, что она его мать, что он не какие-то там люди. Вы чувствуете, дорогие зрители и подписчики, да? Вот у меня ощущение, что в больнице тоже как-то пытались оттягивать время своими действиями. Это большая боль нашей семьи. Но вы знаете, вот доктор, который его оперировал, Данила, он сразу пошел на контакт. Он был на связи со мной все 4,5 месяца. А он не все 4,5 месяца его вел. То есть из-за пандемии лечащего врача постоянно меняли. Но при этом Ренат Махкудович всегда был на связи, объяснял, разжевывал днем и ночью. Вот этот человек, который действительно давал какой-то вот нам кислород. И он очень переживал за Данила и делал все возможное и невозможное. А что это за больница, где вам не хотели отдавать документы? От Чиповского. Кровая, Краснодарская кровавая клиническая больница. Собственно, документы, ну, его личные вещи, не документы. Это ключ, ключ от дома и... Не хотели вам отдавать, да? Нам так и не отдали. Нам их отдали уже в другой больнице, когда его перевели уже за неделю до смерти. Его перевели в другую больницу. То есть спустя несколько месяцев только вам отдали его личные вещи? Да, все верно. Это кошмар какой-то. Нас туда не пускали, мы не виделись с ним. Так, что дальше? Вот вы сказали, судья на вас как-то вышел. Да, и получается, я в больнице оставила свой номер телефона. Ну, контакт. Так. Ну, для связи, там, если что-то произойдет и так далее. Когда утром на судью вышли, честно, я не знаю, но это, по-моему, первые-то были ДПС, которые на него вышли. Когда уже зарегистрировали они ДТП и увидели по... По камерам наблюдения, скорее всего. Ну, и по камерам в том числе. Но так как они его останавливали до этого, и он им удостоверение показал, а они переписали номер удостоверения, сфотографировали машину, они, собственно, по этим данным все быстро слили. Сопоставили события и связали этот автомобиль по времени с ДТП. Да, он поехал быстро в больницу, и там его, конечно, тоже не пустили, никакой информации ему не дали. Но дали мой номер телефона, ну, родственника, что можно было связаться. А он в больницу на следующий день, получается, поехал, судья. После нас, да. Авария была ДТП седьмого часа вечером, восьмого утра мы узнали, приехали туда. Но мы, опять же, мы искали документы, пытались... Я понял, я поясню нашим зрителям. Ситуация выглядит следующим образом. Судья с удостоверением, с ксивой, значит, он в сознании, значит, он в здравом уме, но, судя по парковке, по маневрам, вероятно, выпивший был. Он откуда-то, скорее всего, уехал в десять вечера. Это какой день недели был? Ну, будний. Будний день в десять. Откуда-то ехал, да, с ксивой, с удостоверением. Произошло ДТП? Он утверждает, что он ехал именно с Краснодарского краевого суда, где находился на дежурстве. А эта информация подтвердилась? Кем? Следствием. Нам никакие материалы не давали. Это секретная информация. Было он на дежурстве или нет? Надо еще выяснить, есть ли такие дежурства. И я к чему это говорю? К тому, что произошло ДТП в десять вечера. Он, как ни в чем не бывало, начал куда-то там парковаться. Его остановили инспекторы ГИБДД. Зафиксировали, его данные переписали. И он поехал спокойно, получается, домой дальше спать. И только утром... Да, вот утром он именно говорил, что его разбудили. А то его разбудили, он внезапно узнал о том, что он сбил человека. Он утверждает, что он ничего не помнит. Хотя я вот все пытаюсь подойти к этому моменту, что изначально, когда он к нам приехал, он говорил, что он так помнит, но плохое здоровье у него было. Он действительно извинялся, просил прощения, что так вышло. А потом пошла уже другая информация, что он вообще ничего не помнит, не знает и был не в себе. Он это говорил ни одному журналисту. Еще раз скажите, что конкретно, как произошла ваша первая встреча с судьбой? Да, вот он позвонил. Мы как раз были у родственников. Мы собрались, все родственники, у нас много родных. И обсуждали случившееся, что делать, как поступить и как дальше быть. Чем мы можем помочь Данилу здесь и сейчас. И мне раздался звонок с незнакомого номера. Я говорю, здравствуйте, я Захарчевский Юрий Витальевич. Вы знали, кто это такой? Да нет, конечно. Это было так представлено, он это повторил три раза. И это было так представлено, я думаю, начну в голове перебирать имена каких-то известных личностей. То ли губернатор, то ли президент звонит. Да, вот я отдавала уже. То ли властитель какой-то. Да, все правильно говорите. Я, ну, знаете какие-то. То есть вы должны знать, услышали фамилию Захарчевский и сразу должны по стойке с миром. Я первый раз, ну, не понимаю, я говорю, что дальше, кто он. Он говорит, я же сказал, что я Захарчевский Юрий Витальевич. Тут у меня посыпались имена. Собственно, в памяти я не припомнила никого на слуху. Я еще раз говорю. Вы представляете, насколько у нас оборзели судей вообще в стране? Он говорит, я же сказал. Что все должны знать, кто такой Захарчевский Юрий Витальевич. После этого материала вся страна будет знать, Юрий Витальевич, кто вы такой. Кем он назвался? Я один из участников ДТП. По-моему, он так сказал. Вот честно, я не буду врать. Я уже дальше вот цитаты, именно эту цитату я не помню. Ну, собственно, тогда у меня картинка встала. Я начала пытаться понять, может быть, свидетели звонят. Может быть, там, ну, кто там, может быть. Мы же на тот момент не знали, что произошло. Мы знали, что Данил попал в ДТП. Но как это было, что там, что это велосипед был, мы не знали. Нам, ну, в скорой чуть-чуть дали информацию, там, в краевой, там, ну, доктор, да, что было ДТП. А что, как, мы не знали. Поэтому, когда он позвонил, я же, ну, не могу понять, кто это. Может быть, это свидетель. Может быть, там три машины врезались друг в друга. То есть он вам не сказал по телефону, здравствуйте, я водитель внедорожника, который сбил вашего близкого человека. Нет, 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 он так не сказал. Как я могу с вами встретиться, я говорю, ну, собственно, пожалуйста, ну, вы где, я сейчас подъеду. Он подъехал минут через 20, ну, я дала адрес. А за эти 20 минут, так как мы были, я говорю, большой семьей с Борей, я им это все рассказываю. И до меня только тогда начинает доходить, что Захарчевский Юрий Витальевич – это что-то большое, потому что, ну, три раза человек повторяет свое… Какая-то великая личность. Ну, видимо, да. Чего-то я в этой жизни не знаю. И сестра начинает, ну, искать, соответственно, ну, в Гугле, конечно, первым делом, что мы обращаемся в Гуглу. И там сразу выдает, Захарчевский Юрий Витальевич – Краснодарский край судья. Ну, это же тоже, ну, бывает всякое, много однофамильцев и людей, может все совпасть, мы же не знаем, кто это. Там ни фотографий, ничего нет. Ну, есть такой судья, допустим, да. Ну, судья у нас секретные персонажи, поэтому их фотографий нет, конечно же, в интернете, на сайте судья. Ну, журналисты многие искали конкретно его фотографии или какие-то данные, и ничего не нашли. Нет, нет, никаких фотографий, суды не считают нужным размещать фотографии судей. К сожалению, так. Вот, и он подъехал, он подъехал, как он представил человека, своим сыном. Какого человека? Ну, он приехал с молодым мужчиной, сказал, что это Алексей, это мой сын. А он на чем приехал к вам? Он приехал не на своем автомобиле, он приехал на другом автомобиле, скажем так, не на том, как... Мне, как репортеру, уважаемые зрители и подписчики, и следователи, которые никак не могут разобраться в этом деле, кажется, что это еще один признак того, что человек прекрасно понимал, что он сделал, поэтому он приехал не на своей машине. Если бы он ничего не помнил, как он всем рассказывает, он бы, как обычно, приехал бы на своем прекрасном Land Cruiser 200. Но он приехал на другой машине. На другой, ну, водителем был не он. Еще и не за рулем. Уезжал, во всяком случае, за рулем не он. Так, двое приехали. Двое, да. Зашли к вам в дом. Не зашли к нам в дом, мы встретились возле подъезда. Ну, мы этого человека не знаем, и кем он является в данный момент, мы тоже не понимали, чтобы приглашать его в свой дом. У нас было много родственников, мы вот все вместе стояли, беседовали. И стояла, конечно, мама Данила. Вот. И он первым делом, когда подошел, он вот так вот держал бумажку. Это была справка. Ну, как он говорил, мы ее не видели, не смотрели. Никто ее не стал смотреть. Может быть, и зря. Может быть, и нет. Нам было не до этого. Понимаете, только произошло, твой человек в ужасном состоянии близкий, и тебе не до бумажек, не до каких-то нюансов. Конечно, мы не думали об адвокате. Конечно, мы не думали. Мы делали все, все эти долгие четыре с половиной месяца, мы делали все для того, чтобы Данил жил. И мы даже не думали, что ситуация может как-то по-другому. Вы пытались его спасти? Конечно. А что за бумажку он держал? Он сказал, что это справка о том, что человек, ну, как это, не находился в алкогольном опьянении. Вот, он. То есть он поехал, сдал анализы о том, что он был трезв. Медицинское свидетельствование? Якобы он сам прошел? Да. Что-то меня терзает смутное со мной. Ну, он просто вот так вот с ней стоял. Понимаете, вот, ну, минут 20-30, может быть, беседовали. Вот, как с каким-то, может быть, дипломом, транспарантом был. Это так странно. Вот, человек, который с ним был, ну, как выяснилось позже, он не являлся его сыном. Сказал, приехал с сыном. Возможно, был заблуждение. Может быть, он забыл, что он у него сын. Я же не знаю, он же говорит, что у него плохое здоровье. Он все забывает. Может быть, он забыл, что это его сын. Ну, да, в Краснодаре судья, который вершит правосудие, решает судьбы других людей. Кратковременно память может потерять. Забыть, куда он ехал, на чем он ехал. Может сбить человека, тоже притвориться, что он не помнит, что делал. Что вообще происходит. Как он права получил, непонятно. Это, кстати, вопрос к начальнику местной ГИБДД в Краснодарском крае. И вопрос к начальнику главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Как у вас судья на вашей территории ездит с водительским удостоверением, который, как он заявляет, страдает кратковременной потерей памяти. Вы вообще здесь в своем уме все, товарищи генералы? Или у вас проблемы какие-то, как говорит глава нашего государства, может к вам докторов отправить, чтобы они вас подлечили? Он сказал, что, ну вот он пришел, собственно, знаете, вот как явка вот с повинной. Он был, даже жалко его было, если честно. Вам стало его жалко, поскольку вы не знали, что он является виновником аварии? Ну, понимаете, виновник. Человек может быть виновником ДТП, на самом деле не застрахован никто. Это несчастный случай. Ну, всякое может быть. Пешеход, велосипедист, участник дорожного движения, он может сам кинуться под машину, по сути. Ну, мало ли, моргнул там. Неважно, ситуации. Чихнул. Разные, да. И, конечно, дальше уже влияет то, как ты оказал помощь человеку, не оказал. Уехал ты с места или не уехал. Раскаиваешься ты или нет. Ну, нам действительно было его жалко. Я до последнего верила, что он оказал помощь моему брату, понимаете. Я была уверена в том, что он был с ним, что он ехал за скорой, то есть, что он вызвал саму скорую помощь. Я была в этом уверена, и мы как-то все, ну, сочувствовали ему, если честно. Ну, он был спокойный. И он это свидетельствование, ну, держал. Может быть, даже я думала о том, что он его прошел, ну, с сотрудниками ДПС, там, да, в милиции же приезжает. В ходе разговора он уже поставил точки над «и», что он уехал, да, что он не оказал помощь. Он начал рассказывать, ну, предшествующее время сказал, что этот сын, который приехал с ним, 7 апреля вечером, как раз перед ДТП, позвонил ему, он находился на дежурстве, господин Захарчевский. Сын позвонил, и он, господин Захарчевский сказал ему, что он себя плохо чувствует. И сын говорит, езжай домой, ну, какое дежурство, садись, едь домой. И он сел и поехал домой. Ну, как они сказали, я говорю, изначально. Какая прекрасная сказка. Ну, выяснилось, что он в другом направлении, и, оказывается, на заправку поехал, а заправки там тоже нет. Ну, где-то есть. Слушайте, обман на обмане. Судья, краевой суд, просто вранье за враньем. Каждое действие, каждый шаг, каждый поступок – это вранье. Уважаемый Юрий Витальевич, его, по-моему, зовут? Да. Это просто ужас. Что вы творите? Вас кто-то крышует. Вы с чего взяли, что вы можете вот так вот запросто выставлять всех людей вокруг идиотами? Да вам это мерещится, я вас уверяю. Вы совсем скоро утратите свой статус и окажетесь за решеткой. И мы проследим за этой ситуацией. И мы проследим за действиями всех должностных лиц, причастных к этому ДТП. Обязательно проследим. Он искренне раскаивался. Он не отрицал своей вины. Он, ну, прям, раскаивался. И сын, якобы сын, он говорил, я не понимаю, как такое могло произойти. Я вам соболезную, извините. Ну, они просили прощения. Мы как бы их поняли. Не понимая, что они виновники. Да. То есть резко... Нет, мы уже понимали, что виновники. Но в ходе уже остальных разговоров, конечно, стало понятно, что человек пытается просто усыпить нашу бдительность. Что пытается обещать, 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 ты ему веришь, а по факту, ну, ничего. Преуменьшить свою вину. Ну, конечно, в том числе. Ну, он не помнит, он не знает. Вы с ним сколько раз виделись? Один, два, три? Ну, три минимум, четыре, наверное, даже, да. Так, это был первый ваш контакт с ним. Дальше что происходило? Он этот контакт привез, в общем, он нам в конце, стоит мать, убитая горем, и он ей протягивает деньги. Ну, мы их, конечно, не считали, но он сказал, что это 50 тысяч рублей, вот вам, пожалуйста. Судья оценил возмещение вреда, нанесенного здоровью вашего брата в 50 тысяч рублей? Да. Ну, он сказал, что все, что у него есть. Какие бедные несчастные судьи в Краснодарском крае. То есть ездить на грузаке деньги есть, а 50 тысяч рублей – это нормальная компенсация? Тут вообще люди с ума сходят. Ну, понимаете, мы бы тогда вообще нисколько не взяли, потому что… Ну, как можно приехать? Нам на что? Мы у него спросили, на что нам эти деньги, ну, для чего? Он говорит, ну, может быть, там, на лечение или еще, ну, и мать сказала, она вот стоит, как будто, понимаете, ведро помоев вылили. Да это цинизм вообще, это ад какой-то. Он говорит, я не против, чтобы было лечение. Вы тогда найдите, как эти деньги применить для того, чтобы мой сын был здоровым или хотя бы выжил. Ну, он, собственно, их оставил в себя, но мы их не взяли. И он говорит, как будет дальше, что будет происходить, и брат мой другой, он говорит, только по закону. И он уехал? Да, они уехали. Что дальше было? Когда появилось там дело какое-то, еще что-то? Дальше как вызывались события? Появилось, дело появилось уже прям сильно потом, я не припомню по датам. А силовики кто-то к вам приезжали? Нет, никто. Оперативники какие-то? Никто не приезжал никуда, нет. Один раз следователь через полтора месяца он позвонил маме Данилу и пригласил ее. На основании чего? Ведь дела никакого нет. Ну, уже, видимо, было заведено, но не уголовное. Там как-то пытались разобраться по факту именно ДТП. Получается, вы узнали о том, что судья сбил вашего брата фактически на следующий день, то есть 8 апреля. Ну, мы не пошли никуда там с заявлением, ну, это же уголовное дело. Ты не должен никуда идти. Это, по сути, ты должен ждать, пока тебя вызовут для каких-то разбирательств, тем более уже личность его известная. То есть вы были уверены, что правоохранительные органы Краснодарского края автоматически по закону отреагируют на эту аварию? Мы были уверены, но через три дня мы все равно поехали в ГИБДД краевое. То есть, конечно, мы были уверены, но, видимо, не до конца. Понимаете, где живете? Да. И мы с сестрами поехали в ГИБДД. Нашли исследователя, наверное. Ну, какого-то сотрудника. Сотрудника, который общался с господином Захарчевским и формировал это дело, собственно, органьян Артур Степанович. Первичный сбор доказательств. Да. И общение было продуктивным. Собственно, мы получили хоть какие-то вот расподробности ДТП. Что вы узнали, кстати? Ну, вот он нам и рассказал, что он удостоверение сотрудника предоставил сразу после ДТП. То есть, он документы водительские не показывал на машину сразу удостоверение, к силу сразу, правильно я понимаю? Вот тогда, когда подошли к нему сотрудники, да, это было просто сразу удостоверение. И все. И они не могут ничего сделать, потому что личность неприкосновенная. Понимаете? И он его к себе вызвав, он не может сделать ничего. Он не имеет права даже вопросы ему задавать. Потому что он неприкосновенен. С него надо сначала снять статус неприкосновенности. А кто это сделает? Следователи, они утверждают, ну, они в деле проходят информацию о том, что 4 раза высшая квалификационная коллегия судеб, судей отклоняли. Хорошая оговорка. Высшая квалификационная коллегия судеб. Да. Чувствуете, да? Насколько вот люди здесь относятся вообще к правоохранительным органам и к системе правосудия. Высшая квалификационная коллегия судеб. Ведь именно так и получается. Да. И что? И следователи утверждают, что они отклоняли. То есть он подавал на снятие статуса господина Захарчевского. Но они отклоняли 4 раза. А по факту, как говорит наш адвокат, что никто им не писал. Вранье уже со стороны следствия, получается. А это следствие полицейское или следственный комитет? Нет, это следственный комитет. Там двое следователей, которые абсолютно бездействовали. Председатель СК забрал это дело на свой контроль. Да. Это случилось уже после того, как наш адвокат написал ему открытое письмо, когда у нас была большая шумиха в интернете. Я реально до конца верила, что человек сожалеет о случившемся. Остается человеком. Он просто испугался, может быть, действительно со здоровьем, какие-то проблемы. И что он действительно остался человеком. И я, конечно, не понимала, почему мой брат должен был валяться на дороге, а он уехал. Но я вот верила на эти такие розовые очки. И он как-то бдительность немножко своими контактами. А где велосипед? Что с велосипедом? Получается, в ГИБДД сначала сказали, что велосипед у нас, это улика, очень весомая. Следователи сказали, да мы не знаем, где он. И где он в итоге оказался, честно, я не знаю. Я не наблюдала за этим моментом. То есть велосипеда нет. Велосипед пропал? Ну, может быть, он... Честно, я не знаю. Возможно, адвокат владеет этой информацией. А кто признан потерпевшим по этому делу? Я не знаю. Вам до сих пор это неизвестно? Я просто, возможно, не интересовалась. Для нас вот эти 4,5 месяца, когда Данил лежал и болел, у нас не было адвоката. И это было для нас жутко энергозатратно. Мы... Понимаете, когда ты на телефоне 5 раз в день с врачами, с больницей. И ты каждую минуту думаешь о своем близком человеке. И когда уже Данил умер, ну, нас полностью были обесточены. Нам позвонил доктор из больницы, где он уже лежал в другой. Его перевели за неделю до смерти, перевели в городскую больницу. Совершенно другого уровня, не в такой, который он до этого доходился. А как Вы считаете, если бы его медики перевезли в какую-то другую больницу, другого уровня, выше, чем позволяет Краснодарский край? Нет. В какой-то момент поначалу, да, когда у него были там какие-то нюансы, мы делали все возможное, и мы с доктором всегда были на связи. И я задала ему вопрос, давайте в Москву перевезем. Он говорит, Вы понимаете, ну... В таком состоянии. Да, во-первых, в состоянии. Во-вторых, он адекватно мог... Он настоящий профессионал своего дела, понимаете, мы ему доверяли. То есть Вы уверены в профессионализме медиков? То есть, да, люди, которые на нашем пути, не скажи, что всех медиков. Я говорю сейчас конкретно про Рината Мхудовича, который изначально делал Данилу операцию и помогал нам всячески получать информацию и как-то быть в курсе. Судья дальше как себя вел? Когда Вы поняли, что Вы по разные стороны баррикад? Может быть, через месяц после ДТП. А, то есть еще брат был живой, а он уже... Конечно, конечно. Он до смерти Данила, вот 4,5 месяца Данил лежал, изначально мы общались, а до смерти Данила пару месяцев мы уже не общались. Получается, 2,5 месяца у нас еще были более-менее в контакте. Ну так вот, первый месяц я с ним общалась, полтора, наверное. Он говорит, я готов оказывать материальную поддержку, так как Данил жил на съемной квартире, у него осталась семья, жена беременная и сын 4 года. И он говорит, я готов все компенсировать, Диана, напишите мне на WhatsApp сейчас, ну, сколько нужно. И, ну, там... Вот, я расписала, ну, там, даже несколько пунктов, не то чтобы там, давайте нам там 70-50 тысяч... 100 тысяч в месяц, да? Да, еще и месяц, нет. Ну, вот эти... Это прошло на тот момент 2 месяца с ДТП. Тогда мы уже 2 месяца оплачивали дом, где Данил, ну, жил, семья его. Вот. И я там, ну, расписала вот там съемная квартира, она у него недорогая, там, коммунальные расходы, там, обувь, ну, такие какие-то элементарные. Ну, там получилась сумма в районе, может быть, 50-70 тысяч. Вот я сейчас не помню, там прям было скалькулировано, не так, чтобы 70, я округляю, там, до 100, там, 150. Ну, нет, нам не нужно было это, потому что, ну, у нас много родственников, и мы как-то, честно, мы не думали об этом. Ну, может быть, зря. И я ему вот и отправляю сообщение, а он мне тут же перезванивает и говорит, вы, мол, с ума сошли. Это что за деньги такие? Я буду все оплачивать только по чекам и только на лечение Данила. Ну, какая съемная квартира, какие кроссовки. А ему нужны были для реабилитации кроссовки, ну, уже обувь, кроссовки для реабилитации, чтобы он мог, ну, конечно, Данила, не нам. Мы передали ему туда вещи, опять же, ну, понятно, что все купили, поехали там. Так, и что он вам сказал, вы с ума сошли, это слишком большие деньги? Да, и тогда он, ну, я буду оплачивать все только по чекам. Я говорю, ну, вы уверены, что все платежи в нашей системе проходят по чекам? Он, ну, промолчал. Я говорю, тогда, ну, нам с вами разговаривать больше нечем, потому что, ну, понятно, я иду в таблицу, покупаю там еду, я должна... Ну, может быть, у меня чек и был, но это как-то унизительно, я не знаю. А он с тех пор с вами на контакте, вы можете сейчас ему позвонить? Нет, конечно, мы с ним не общались уже вот полгода со смерти Данила, и два месяца до смерти мы перестали общаться, месяцев восемь мы с ним. Человек совершил ДТП, он убил моего брата, получается. Во всяком случае, ну, Данил погиб, а ДТП-то, ну, было совершено не кем-то другим. Ну, семья, вообще-то, лишилась кормильца? Кормильца, да. У него двое детей? Ну, о семье он не думал, абсолютно, ему было это неинтересно. Теперь двое детей, да, у него недавно Данила дочка родилась, его два месяца исполнилось на днях. Как сейчас обстоит вот вся эта история с этим смертельным ДТП? Что сейчас вам известно? Ну, вот смотрите, я тогда ему сказала, что мне с вами общаться не о чем, и он у меня попросил номер матери, а она до этого с ним общаться не хотела. Я дала номер матери, он начал ей звонить, и были еще встречи. Причем я на этих встречах тоже присутствовала, потому что она одна туда ходить не могла, мы ходили там я и еще моя сестра. То есть вы куда-то ходили еще к нему на встречу? Не было, что он приезжал. Ну, он приезжал, но мы не назначали встречи дома. Я не хочу его к себе домой, например, звать, так же, как и моя тетя, любой наш родственник, не будут рады видеть его у себя дома. Так. И да, мы встречались с ним на улице, и это были долгие какие-то разговоры, какая-то вода, нервы, ни о чем. В какой-то момент он сказал, что я готов, вот, хорошо, хотите там, я вот вам там 50 тысяч, напишите расписку. Все, он пропал. В какой-то момент он резко пропал. Все. Ну, нам было неприятно с ним общаться. Понимаете, мы уже поняли, что никакого толка, кроме потраченного времени и нервов, эти разговоры не несут. Что человек просто пытался все это время усыпить нашу бдительность, быть в курсе вот этих нюансов самого ДТП, хода дела, знаем мы что-то, не знаем, в курсе нюансов здоровья Данила. Представляете вы для него угрозу или не представляете? Хотя он сказал, что он в контакте с работниками полиции Чаповского, не будем называть их фамилией, вот, и что он, ну, под контролем, то есть ему дают информацию о состоянии Данила. Хотя вообще-то это законом запрещено. Но при этом она была недостоверна еще в каких-то нюансах, когда Данилу резко стало плохо, и он лежал никакой, он тогда был уже с моей тетей на связи, потому что я, ну, было неприятно. Я не то, чтобы там скидывала, он в какой-то момент там была даже такая ситуация, это долго очень рассказывать, и она, театр абсурда, он приехал к нашим родственникам, домой в станицу соседнюю, не он, а какой-то человек. Ну, понятно, что от него, мы сопоставили многие факты, ночью пытались сломиться в дом, требовали фотографии Данила, да. Какой кошмар. А он отрицал это. Я ему позвонила утром, ну, пока это выяснилось через людей, ну... Фотографии требовали? Да, фотографии Данила. Якобы для лечения у какой-то колдунии, ведуньи, монахини, не знаю. Ну, понимаете, у этих людей, к которым он приехал, почему приехали туда? Потому что Данил там когда-то был прописан. А, ну, понятно. То есть пробили по базам и поехали по родственникам. Старый паспорт мы давали, который, так как новый, лежал в машине, машина закрыта, попросили хоть какие-то документы, мы дали старые копии паспорта его. Со старой пропиской? Да. И туда приехали люди? Да. Что вы можете после всего вот этого ужаса сказать о системе правоохранительных органов Краснодарского края и о системе правосудия и об ее ярком представителе? Было бы здорово, если бы каждый сотрудник и каждый человек, работая на своем месте, был настоящим профессионалом и неравнодушным к своей работе, к своему делу. И это неравнодушие заключалось не в каких-то званиях, титулах, возможно, деньгах, а именно в профессионализме. Вы верите в то, что на территории Краснодарского края вы можете добиться справедливого законного наказания для виновника ДТП, в котором погиб ваш брат? Вопрос очень сложный и неоднозначный. Я верю вообще в наш закон, на самом деле, я в всяком случае надеюсь, что все-таки будет справедливое правосудие. Но как это произойдет? Я не знаю, в нашем это регионе будет или в каком-то другом? Я не знаю. Но то, что достойные люди есть в этой системе, я верю. Я верю. Прошел год, никто не привлечен к ответственности, судья до сих пор вершит судьбы, и вы все равно верите. Так получается, что находясь уже в этой системе и живя в нашем крае, в нашей стране, я все равно делаю спрос с нас. Что мы потратили очень много времени, какое-то время мы бездействовали в плане следствия. Защита своих законных прав. Нам нужно было, понимаете, сразу брать лопату и копать, становиться юристами, следователями, судьями. А мы просто надеялись на правоохранительную машину. Мы никогда не сталкивались. Мы были уверены, что такое дело не останется в тени. Вот честно. Хотя да, сейчас уже изучив другие дела и судьбы других людей, да, сколько происходит этих ДТП, либо каких-то несчастных случаев, и люди уходят от ответственности. Ну, тогда мы об этом просто не думали. И мы потеряли очень много времени. Возможно, наивность какая-то, что мы верили Юрию Витальевичу до последнего, что вот он порядочный человек. Но по факту как-то по-другому получается. И как в итоге получается? Да вот как есть. Ни суда, ни следствия. Вы потеряли брата? Когда Александр Иванович Бастрыкин взял дело под свой контроль, мы очень сильно радовались. Хотя, понимаете, это на самом деле так глупо, это такой абсурд, радоваться тому, что дело о гибели твоего брата попало в Москву под контроль, и ты этого добивался, ты грыз бетон ради этого в последнее время. Это радость. Но при этом погиб твой близкий человек, он уже не проснётся. У него осталась семья, дети, жена, вдова. Дочка, которая никогда не увидит отца. А мы радуемся, понимаете, это такая, ну, очень больная радость. Так не должно быть, однозначно. И мы радовались, и мы думали, что всё, сейчас дело двинется, причём двинется прям вот стремительно в гору. Всё то время, когда оно не шло, что сейчас оно всё наверстает. А почему-то нет. Почему-то нет. Приходится всё равно бороться. Я правильно понимаю вашу мысль? Никакой пользы, заметной в плане сдвигов расследований, после передачи дела под контроль председателя СК России, вы не видите? Ну, возможно, оно что-то есть, но оно не оправдывает наши ожидания. Может быть так. Может быть, мы действительно до сих пор очень наивны. И верим, вот, мы до этого верили, что оно пойдёт резко в гору, да, там у нас были ожидания совершенно другие. Что дальше собираетесь делать? Ваши мысли какие вот на семейном совете, возможно, вы обсуждали уже неоднократно всю эту историю? Ну, мы не сдадимся, мы в любом случае будем бороться до последнего. Если бы я была одна, либо мама Данила была одна, мы бы давно сдались. А когда у меня заканчивается резерв, ресурс, подключается моя сестра, брат, тётя, у нас огромная семья, и это постоянный двигатель. Ну, нельзя не сказать о нашем адвокате, который проводит огромную работу. Кроме господина Захарчевского, может быть, его коллеги, его руководство как-то выходили на вас, нет? Нет. Мы писали. Мы писали. Кому? Ну, председателю суда, конечно, вот, Шепилову, имя, отчество не помню. Мы писали везде. И? И ничего. Ответы хоть какие-то вам прислали? Хотя бы отписки. Да, ответы, допустим, отписки с того же, допустим, Путину куда пишут, не могу вспомнить организацию. Ну, пришёл ответ о том, что всё под контролем ваших местных властей. Мы писали везде. А когда? Мы писали на уровне местных властей, на уровне РФ. То есть, да, я говорю, что мы бездействовали 4,5 месяца, потому что по факту это ничего не дало. Но мы не бездействовали. Я же говорю, мы писали, мы писали электронные письма, мы отправляли параллельно телеграммы и параллельно печатные прям письма, которые вот носят, знаете, почта. То есть, мы уже даже не знали, что такое существует просто. Такие люди, как Юрий Захарчевский, имеют право вершить судьбу? Нет, конечно нет. Это ключевые наши нюансы. Понимаете, почему мы не сдаёмся и почему мы хотим добиться справедливого решения по делу. Данила уже не вернуть. Но этот человек виновный в ДТП, он этого не отрицал, даже если он не помнит. Ну, понятно, но уже случилось, уже произошло. И покинуть место ДТП, да, это неприемлемо. И он продолжает вершить правосудие. С него не сняли статус, его не уволили, не попросили уйти. Он продолжает вершить правосудие, понимаете? Ну, насколько это вообще приемлемо? И считает это нормальным. Абсолютно. Он и всё его окружение, и всё его начальство. Да, он это говорил журналистке Али Константиновой в разговоре совсем недавно о том, что это нормально. Она ему задала вопрос, что как вы до сих пор работаете, вас ещё не сняли. Он говорит, он усмехнулся. Он смеётся в лицо о том, что кто меня должен снять. Что вы постоянно с этим ДТП, то есть он с таким, понимаете, с такой раздражительностью. Ну, что ему надоели все. Уже, считай, год прошёл, а вы всё помните. Да забыли бы уже давно. Подумаешь, там какой-то велосипедист. Вот так, да. Погиб, все документы пропали, велосипед вообще куда-то исчез. Да. Вы хоть раз видели материалы уголовного дела по факту гибели вашего брата? Нет. Какой исход вы считаете справедливым и законным в этой истории? Я за справедливое решение суда, за справедливое. Я не могу сказать, сколько должны ему дать лет или там, я не знаю. Но его должны лишить статуса, наверное. Возбудить уголовное дело, привлечь к уголовной ответственности. В первую очередь его должны лишить статуса. Посадить в конце концов. Но он имеет право, по моему мнению, вершить правосудие. Это раз. Два. Почему человек до сих пор сводительским удостоверением? Почему он передвигается по городу? Если он теряет память, если у него проблемы со здоровьем, если он может сбить человека и поехать дальше. И дальше ездить на свою работу, к себе домой, как ни в чем не бывало. Почему он ездит среди нас с вами? Почему он находится в обществе на автомобиле? Человек, который представляет смертельную опасность для окружающих. Конечно. Я этого не понимаю. Но кто поймет? А как вы считаете, вот эта история повод для того, чтобы потребовать подать в отставку всех первых лиц правоохранительных органов Краснодарского края? Я не знаю. Я не могу сказать так глубоко. И я об этом никогда не думала. Я снимал очень много подобных историй. И совершенно очевидно, что когда происходит ДТП с участием судьи, об этом знают начальник главного управления МВД по Краснодарскому краю, начальник управления ФСБ по Краснодарскому краю, прокурор Краснодарского края, начальник следственного управления СК России по Краснодарскому краю. Все перечисленные мной люди, я уверен, даже губернатору об этом доложили и, конечно же, местному мэру, потому что на территории Краснодара его, так сказать, в отчине это произошло. Все эти люди, получается, я извиняюсь за выражение, материться сейчас нельзя в социальных сетях, но они фактически наплевали на то, что вашего брата нет в живых. Ведь так получается? Получается, что так. Но он, понимаете, так как я с ним общалась, и я знаю его способность усыплять бдительность и входить в доверие, то я не исключаю того момента, что он точно так же усыпил бдительность и навешал лапши, будем называть это обычным русским языком, и всем этим людям, всей этой цепочке, про которую вы сказали, я этого не исключаю. Как было по факту, я не знаю. Я также не знаю, как случилось ДТП. Если я не видела, я не могу утверждать. Но, даже если мой брат, грубо говоря, ехал посередине проезжей части на велосипеде, и даже если он не ехал, а просто с ним шел, или двигался, я не знаю, полз, его сбивает автомобиль и оставляет его умирать на месте ДТП, то это ненормально, это неприемлемо. Так не должно быть. Кем бы ты ни был, дорогой водитель. Оставайся человеком. Я столько раз просила и спрашивала господина Захарчевского именно об этом. Вы же ночью, вы сами себе признаетесь, что вот, ну, раскаиваетесь или нет? И он что? Я не помню. А, я просто не помню. Да, я болею. Понимаете, вот этот нюанс, мы бы, честно, ну, мы бы, наверное, его простили. Как бы, ну, это боль, это боль нашей семьи. Данила не вернуть. Но если бы он поступил по-другому. То есть, если бы его отношение не было таким скотским. Это вопрос чести, да. То, ну, у нас бы никто из семьи не сказал бы, там, нет, давайте будем до последнего переть, там, против него или еще что. Даже при том, что, по сути, закон-то его и нет. Ну, получается из нашего разговора, что все перечисленные в этом интервью руководители, генералы, там, кто-то, может, еще не получил звание генерала. Я надеюсь, никогда его не получит после того, что случилось. А те, кто получили, скорее всего, скоро будут указом президента отстранены от своих должностей. Они находятся под гипнозом господина Захарчевского. Ну, я слышала такую информацию, да, что даже сам Юрий Витальевич говорил о том, что он, вы понимаете, я же, вот он Шипилов говорил, председателю суда, что я с родственниками ВКонтакте, я с ними постоянно общаюсь. Ну, в принципе, такое было. Ну, о чем общаемся? И как? Что? Я им помогаю. Я полностью, то есть они под моим контролем. Нашей бабушке 90 лет. Она нас вырастила, 6 внуков, и мы с Данилом тоже. И вот именно она попросила нас не сдаваться. Раз, слушай, ситуация приняла такой исход, это, ну, большая боль, ее в первую очередь, и наша. Человек не имеет права вершить правосудие, распоряжаться судьбами людей, при этом не имея, ну, как получается, чести, да, у которого сама проблема с законом. Плюс он не имеет права передвигаться на автомобиле по городу и вообще нигде. Ну, это однозначно лишение прав. И всего этого вы хотите добиваться в правовом поле с помощью адвоката? Конечно. С помощью уголовного кодекса? Да. И вы в это верите? Я верю. Если бы мы не верили, мы бы ничего не делали. Мы бы, ну, все ставили как есть. Уважаемые сотрудники Следственного комитета России, Александр Иванович Бастрыкин, жители Краснодарского края, родственники Данилы, вам пока еще верят. Пока еще. Несмотря на тот кошмар, который вы пережили. Правильно я понимаю? Да. Да, русские люди, конечно, обладают уникальной способностью верить в то, что существует справедливость. А как по-другому? Если бы мы не верили, мы бы, наверное, давно уже не занимались этим. А как можно бросить этим заниматься, когда я говорю, что получается в опасности другие люди? Ощущение, что за это время кто-то за вами следит, прослушивает ваши телефоны, читает вашу переписку, было? Возможно, ощущение было. Ну, если честно, лично для меня это ничего не значит. Как раз такие истории, которые произошли в вашей семье, да, это жуткая, ужасная трагедия, они показывают, насколько общество в нашей стране на данный момент, на этом, на текущем этапе развития, расслоилось, когда появились те, кто, обладая некими ксивами, да, там, с подписью, с автографом руководителя государства, вот президент, по-моему, выдает удостоверение судьям, я знаю, я видел, насколько общество расслоилось. И эти люди считают, что если у них есть вот эта ксива, то, в принципе, можно не считаться ни с законами, там, ни с доблестью, ни с честью, ни со здравым смыслом. Это полный кошмар. Этот кошмар нужно останавливать. Мы будем делать это вместе с вами. Пишите комментарии. Большое спасибо, что остаетесь на канале. Будет гром. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»